Ребята, всем привет! Всем привет! Вы на канале BigTripLog. А мы приехали в жемчужину Узбекистана, город Самарканд. Ребята, мы заселились в отель, который называется Гранд Мараканд. Это старое название Самарканда. Находится он в исторической зоне города. Рядом с архитектурными мемориалами различными. Это семейный гостевой дом. Построен он относительно недавно. Ему всего лишь полгода. Открылись этапы позднее в связи с пандемией. Здесь у нас ресепшн, хозяин отеля. Здравствуйте! Я вам покажу немножко ресепшн, который украшен различными картинами многочисленными. Очень душевно по-уютному выполнен этот отель. Видно, что приложили все усилия, чтобы его построить. Массивные двери. На каждом из них видите узорчики сделаны. Давайте поднимемся наверх. Я вам покажу еще второй этаж. Там тоже все в картинах. Вот здесь вот на нижнем этаже находится столовая. Здесь проходят завтраки. Но сейчас я после обзора комнаты обязательно спустимся и посмотрим завтрак. Точнее перекусим, что на него смотреть надо есть. Так, второй этаж тоже похож на первый. Здесь тоже все в картинах. Здесь еще видно люстру красивую. Тоже восточный колорит. Ой! Здесь, кстати, говорят, что будет тоже такая барная стол, где будут делать коктейльчики, соки. О, как великолепно хочу здесь сфотографироваться. Так, ребята, пройдем в комнату. Посмотрите, вообще все новое, потому что буквально в сентябре месяце только открылись. Очень важно, что есть кондиционер, потому что на улице весьма жарко, начиная с конца апреля. Это телевизор, большое зеркало. Здесь у нас две кровати. Односпальные, очень хорошие, качественные матрасы. Очень многие нахваливают в комментарии эти матрасы, что хорошо так высыпаешься, что не хочется потом вставать. Но достопримечательности в мане, то все равно хочется идти вот к такой красоте. Каждая комната украшена картинами. Еще интересные обои, словно они, знаете, разукрашены, как будто бы это ручная работа, но это вот такие специальные обои. Хорошие изголовья тоже у кровати, есть тумбочка, очень много розеток, все новые шкафчики, удобные тапочки. Все предусмотрено. Есть чайник, чашечки, холодильник у нас здесь. Шкаф, видите, у нас здесь новенький. Поэтому весьма-весьма очень хороший, уютный номер. Вот, здесь у нас туалетная и душевая. Посмотрите, как здесь все оформлено. Стены в местном восточном стиле, плитка, новейшая просто сантехника. Все работает на уровне, немножко шумит вентиляция, но я только что включила просто свет. Вот здесь тоже у нас зеркало, фен. В общем, все очень здорово. Конечно же, улица, зубные щетки одноразовые, паста, шапунь. Дельчики для душа. Видите, покой все новенькое. Молодцы хозяева, ухаживают за своим семейным отелем. Просто великолепно, нам здесь очень нравится. Мы пришли на завтрак. В отеле его заранее готовят, то есть это не шведский стол. Всего по чуть-чуть, но вкусит очень аппетитно. Дорожок, фруктики, блинчики, яйца, сыр. Сейчас нам еще принесут чай. Есть небольшой такой местный десерт, называется, наверное, пахлава. Вот, поэтому было в восторге. Также нами была обнаружена на завтрак каша, вроде как овсянка. Ну, ничего, на самом деле я небольшой любитель осетки. Как нам рассказали, хлебушек, который мы едим в этой тарелочке, это местный самаркандский хлеб. Делают только здесь вот такой. Отличает он тем, что он очень-очень плотный. То есть, знаете, такой как будто спрессованный, да, и очень-очень плотный. А еще нам, кстати, принесли сосиски. Вот такие вот, то есть уже более стандартные для нас. И в итоге получается очень-очень много и разнообразный затрак. Практически, знаете, как в Турции, турецкий затрак, когда всего-всего-всего очень много. Мы сейчас вышли на встречу с гидом, выходим, а у нас рядом с отелем растет шелковица. Вот, посмотрите, она беленькая. Это целое огромное дерево. Так, давайте-ка попробуем еще одно. У меня тоже. Сто лет не ел шелковица. Друзья, мы уже встретились с Тимуром, который будет нашим гидом сегодня. Всем привет! У нас впереди два часа увлекательных приключений по городу. Мы сейчас уже добрались на машине до первой точки. Уже Тимур успел нам рассказать какие-то интересные факты. Ну, я думаю, впереди нас еще ждет много интересного. А где мы сейчас находимся? Какая у нас будет первая точка? Мы сейчас находимся у мавзолея Мира Тимура. Это семейная муспальница тимуридов, мавзолей, который в народе носит название Гур-Эмир. Это место захоронения Мира Тимура, он же в истории известный как Амирлан. То есть это на сегодняшний день, пожалуй, образ национального героя Узбекистана, на котором как бы построена вся, ну, большая часть истории современного Узбекистана, куда приезжают туристы, чтобы посмотреть и ознакомиться со всеми этими прекрасными достопримечательностями. Соответственно, классические маршруты туристические у нас начинаются с посещения именно мавзолея Мира Тимура, потому что культ его, да, в Узбекистане, он достаточно такой развернутый, популярный, и люди сюда приходят, туристы, чтобы ознакомиться с этой архитектурой, потому что это шедевр, скажем так, архитектуры тех времен и тех народов. Местные жители его почитают как своего далекого предка, прародителя узбекской нации, да, и поэтому сюда приходят зачастую, чтобы совершить такой, скажем так, небольшой пилигримаш, да, паломничество, посетить его могилу и захоронение, значит, представителей тимуритской династии, самого Амера Тимура, ну и его духовных наставников, которые также здесь захоронены. И сейчас мы с вами направимся внутрь и ознакомимся с комплексом. Все, отлично. Окей. Приобретаем билеты. Стоимость 30 тысяч. Сумность человека. Амер Тимур. Амер Тимур, да. Получается, что объявили его культ только в 94-м году, но вот эта вот постройка, она же гораздо более старая. Да, то есть постройка, это у нас 15 век, это конец 14-го, начало 15-го века, если мы рассматриваем комплекс целиком. И дело в том, что культ Амера Тимура расцвел, на мой взгляд, уже в годы независимости Узбекистана, да, начиная с 1991 года, потому что на образе Амера Тимура расстраивается, пожалуй, составляющая часть истории и идеологии духовности современного Узбекистана. Соответственно, в 1994 году был создан художественный собирательный образ национальным художником фамилии Ванабиев в Ташкенте Амера Тимура, как, скажем так, прообраз национального героя. Да, и на основании вот этого портрета были сделаны его памятники в дальнейшем, да, буквально через два года. Но комплекс на самом деле, он древний, да, то есть это у нас и комплексы в Узбековье... Но он не назывался его именем, то есть его не переназвали, он изначально был вот Амер Тимур, да. Да, то есть он изначально его звали Тимур, Амир, либо Эмир, да, это был титул, статус, которым он обладал, вот. Соответственно, что ему давало право, как бы, на правление вот в этом регионе. Соответственно, изначально вот этот комплекс был застроен еще по приказу старшего внука Амера Тимура, Мухаммада Султана. Это был такой комплекс в центре города, который состоял из центрального входного портала, да, то есть порталом мы называем парадный вход, который ввел в комплекс, сам во двор. И по обеим сторонам от портала мы наблюдаем остатки фундамента, то есть вот эта фундаментальная часть, это остаточная часть тех построек, которые здесь находились и которые были изначально здесь заложены. То есть это был, мы можем себя визуализировать и представить, да, что это был закрытый дворик по периметру. И, соответственно, слева у нас находилась медресе, ну, что такое медресе, наверное, многие знают. Учебное заведение, да, то есть это семинарий, по сути дела. Вот, а справа находилась так называемая ханако, то есть ханако, это был гостиный двор, по сути, да, Кто-то его называет домом отдыха для суфьев, для, скажем так, религиозных деятелей, да. И, соответственно, это был такой отчасти светский комплекс, скажем так, где находился медресе и где находился гостевой дом. Соответственно, когда скончался старший внук Амира Тимура, Тимур приказал построить мавзоли. Мавзоли был построен изначально для самого внука, потому что Тимур изначально готовил для себя усыпальницу в Шахрисабзе. Это город, который расположен в 100 километрах, значит, от Самарканда, и путь к нему лежит через живописный горный перевал. Это историческая родина Амира Тимура, где он родился и вырос, и откуда он питал, по сути дела, свои, скажем так, свои силы и свою жизненную энергию, да. То есть это было его родовое гнездо. Соответственно, Тимур, подготовив для себя крипту, да, склепную часть именно там, мавзолей в Шахрисабзе, так и не был там захоронен. Потому что в конце своей жизни, когда Тимур отправляется в свой, как оказалось, последний военный поход, Тимур шел походом на Китай с целью завоевания Китая, он до Китая не дошел, а скончался в возрасте 68 лет. Там буквально два месяца оставалось до его 69-летия, ну, грубо говоря, скажем так, 70 лет условно, да, что является хорошим возрастом. Да, я так что удивилась, такая, думаю, ничего себе, тогда разжили еще и до 70 лет практически. Да, при среднем показатели жизни в 30-35, потому что при Амире Тимуре, в принципе, в целом жизнь на Востоке стала лучше, да, то есть пошел прогресс. И люди жили в среднем 30-35, да, как показывает статистика, потому что высокая детская смертность, высокая смертность во время боевых действий, военных походов и так далее. И Тимур при своем возрасте в 70 лет был, на мой личный взгляд, уже достаточно таким пожившим человеком, глубоким старцем, и в 70 лет представить только себе, да, отправиться, собрать армию, отправиться походом на Китай, чтобы завоевать Китай. Но, к сожалению, он не дошел, к сожалению, либо, к счастью для многих, да, потому что он не дошел до туда, и как бы битва не состоялась. И скончался он на территории современного Южного Казахстана, в городе Атрар, это современная Тарасская область, степами сменей подводят, это город Атрар, где скончался Тимур. И в дальнейшем тело его было привезено назад в Самарканд и временно захоронено во взоре его внука. Соответственно, как показывает практика в жизни не только великих завоевателей, но и наших, скажем так, ну, простых людей, что временно, то обычно, вечно и постоянно. И поэтому Тимур здесь навсегда так и остается. И за следующее столетие Мавзолей уже обретает статус семейной усыпальницы, где в совокупности было захоронено 9 представителей его династии. И сегодня это поистине шедевр архитектуры тех времен, тех народов, над которым трудились тысячи мастеров, созванных и привезенных с разных полков планеты самим Амиром Тимуром. Мы с вами сейчас попали в Мавзолей Мира Тимура. И вот этот вот зал в народе носит название Зиорадхуана, что в переводе означает паломническая комната. То есть изначально Мавзолейный комплекс был как бы разделен на два яруса, скажем так. Есть верхний зал, это паломническая комната Зиорадхуана, либо поминальная комната, как она еще называется. И есть Гурхуана, это погребальная комната. Ну, скажем так, это крипта, в которой находятся саркофаги с телами. То есть там находятся сами захоронения. А надгробии были вынесены специально на поверхность, как бы в верхний зал, для того, чтобы паломники могли сюда попасть и совершить свои, скажем так, молитвы за мир и покой усопших при необходимости. Если обратить внимание на интерьерную часть Мавзолея, то все у нас выполнено из настоящего золота. Это так называемая технология сусального золота, где использовалось золото наивысшие пробы. Три девятки, 24 карата. Ибо оно было очень мягким и легко подпрягалось различным деформациям. То есть из него раскатывали золотую фольгу, листы, да, и ее уже им имитировали в интерьерной части. Вот здесь мы можем с вами наблюдать надгробные камни. Это представители Тимулийской династии. Прямо по центру камень черного цвета. Это полудрагоценный нефрит, который по преданиям считается, что он был когда-то тронным камнем. Потомков самого Чингисхана. Есть некоторые источники и сведения, которые гласят, что это когда-то был трон китайских императоров. Соответственно, это китайский нефрит. Соответственно, под ним покоится тело самого Амира Тимура. У изголовья Тимура находится массивное надгробие. Это захоронение его духовного наставника, учителя-исподвижника, шейха Мерсейд Барака, который по преданиям был одним из дальних потомков самого пророка Мухаммеда, мусульманского пророка, исламского пророка. Соответственно, Тимур был захоронен у ног своего учителя, что символически выражает его уважение и почитание по отношению к своему учителю. Вот слева от Тимура зеленые ониксы военной надгробии. Это захоронение его старшего внука Мухаммада Султана, для которого, собственно говоря, и построили мавзолей. Справа от Тимура находится захоронение двух его младших сыновей, Мираншаха и Шапруха. И у ног Тимура покоится Мирзолубе. Это был его младший внук, астроном, ученый, скажем так, достаточно прогрессивный научный деятель, ученый-энциклопедист, который жил и правил после Тимура и отстроил уникальную астрономическую обсерваторию, внедрил, скажем так, точные естественные науки, которые изучались в медрассе, премьер Золуббеки. То есть он открывал первые математические астрономические школы, в которых воспитывались не только священнослужители, но еще и знаменитые ученые, которые потом, выходя из этих медрассе, становились как бы известными по всему миру. Ну и, собственно говоря, вот это то самое знаменитое помещение, место захоронения Мира Тимура. Оликс, так называемый, который, по преданиям, был привезен самим Эмиром Тимура в ходе боевого похода из Ирана. Этот камень считается энергетическим, он применяется в различных, в том числе и религиозных практиках по всему миру. И как раз-таки его Тимур лично привез из Ирана и как раз-таки установил основание. То есть они вот это все, это не из Ирана, это же какое-то количество, это какие-то тонны. Это просто огромные объемы, во-первых. Во-вторых, представить только на минуту, этому более 600 лет сохраняется все это в оригинале, представляете? Сейчас инстаграм-туры, так называемые, набирают обороты, и сейчас мы как раз тоже их проводим, фотографируем на памятниках девушек, которые надеваются в традиционные наряды. Это традиционные, получается, или как? Отчасти да. В принципе, традиционные, ну, вот эти конкретно наряды, они построены на базе традиционных образов и расцветок, и раскрасок. Поэтому, в принципе, отчасти да, можно их назвать традиционными тоже. Но сейчас это больше такой элемент туризма. А какое-то название есть? Это Икат, Атлас, Адрас, это узбекский эшелка. Мы сейчас оказались в какой-то сказке, потому что мы находимся на площади Регистан. Здесь очень культовые исторические достопримечательности, по которым мы сейчас будем гулять. Да, и здесь находится основная такая обзорная площадка, где многие люди фотографируются. Мы видим, здесь и свадьбы фотографируют, и простые граждане подходят постоянно. В общем, очень красивое место. Итак, само слово Регистан, либо Регистан, так как зачастую эту площадь называют туристы, переводится, означает, что это место песка. То есть, это песчаная площадь. Считается, что когда-то, еще при Тимуре, площадь функционировала как центр Великого Шума-Бопути. То есть, это был торговый хаб, торговый перекресток, который как бы сочетал в себе перекресток востока и запада. И изначально мы можем себе представить, что здесь не было всех этих построек. То есть, это была песчаная площадь, покрытая песками полностью. И если себе просто визуализировать, воображение, что просто убираем постройки, пески, заходящее солнце, вот как сейчас, и медленно, и спеша, и тут караваны по дороге Великого Шума-Бопути. И здесь находился самый большой базар. Это был маркетплейс, скажем так. Это была рыночная площадь. Это была рыночная площадь, где торговцы со всего мира съезжались и продавали свои товары, потому что знали наверняка, что здесь их можно продать. Ибо здесь были купцы также с разных уголков планеты. Но с приходом к власти Мирзолукбека, это был младший внук Амера Тимура, он внедряет первое астрономическое математическое медресе. Первую такую, скажем так, светскую научную школу, да, отчасти. И вот это медресе, оно у нас находится слева от нас, постройка которого начинается в первой половине 15 века. Данные на портале медресе, на входной части, гласят, что медресе было построено с 1417 по 1420 года. Если отталкиваться от этих сведений, представить только, что за три года можно было возвести вот это величественное сооружение. И это была первая школа, которая была представлена на площади. На месте вот этих двух медресе, то, что находится справа и по центру, это медресе Шардор и медресе Телекури, когда-то находилась мечеть и караван-сарай. То есть мечеть, само собой, понятно, что это такое. Караван-сарай это было место, где останавливались купцы, путешественники и те, кто вел караваны, да. Соответственно, на их местах, когда эти здания обмешали, были в 17 веке уже возведены следующие медресе. Справа это Шардор, что в переводе означает по некоторым, значит, источникам львов имеющие, по другим источникам львами обладающие, да, потому что там над входом, над арочным сводом мы наблюдаем изображение вот этих вот полутигров, полу-львов, которые гонятся за белыми ланями. Считается, что это изображение несет свое определенное символическое значение, да, о котором мы более подробно еще чуть-чуть позже поговорим. Вот, и прямо по центру у нас находится медресе по совместительству мечеть, которая носит название Тель-ля-кори, что в переводе означает «золотая работа», потому что попав внутрь, под вот этот воздушный голубой лазуритовый купол, интерьерная часть этой мечети полностью выполнена по технологии сусального золота и бестрит в золотых красках и золотых цветах. Вот, это самая важная площадь в городе и из разряда, скажем так, «маст-си», да, то есть обязательная к просмотру. А мне вот интересно, а это нормально, да, было, что у них, получается, медресе, и мечеть имела одинаковую архитектуру? То есть для религиозных людей это норма, да, что школа может быть, выглядеть как мечеть? При многих медресе, например, были также небольшие мечети внутри, да, потому что намаз был превыше всего. То есть молитва, намаз, которую мусульмане совершают пять раз в день, он обязательный к выполнению. Поэтому студенты при медресе, так как они изучали религию в том числе, они были обязаны совершать молитвы также. Также можно сказать, что как караван-сарай, да? То есть приезжали, когда, получается, как торговцы, да, с всех ближних стран. А я так понимаю, что у них тоже была религия мусульмаса, они тоже, получается, делали намаз, поэтому тоже для них караван-сарай было нормально построить такую же... Да, в караван-сарай могли быть мечети, и были мечети в том числе, чтобы путешественники могли там тоже совершить молитвы при необходимости. И, в принципе, по архитектуре мечеть от медресе можно отличить достаточно легко, да, то есть если приглядеться, потому что... Наличие купола. Да, наличие купола – это как бы первый атрибут, но, в принципе, в медресе вот с правой стороны мы можем тоже наблюдать купола. Дело в том, что зайдя внутрь, сооружение мечети, если заходить уже внутрь и знакомиться с интерьерной частью, то у мечети всегда будет михраб. Михраб – это направление меги, так называемые киблы, да, все мыслужмане в момент совершения обряда молитвы, намаза обязаны быть обращены лицом в сторону мекки. Соответственно, вот этот атрибут и минбар – небольшая лестница, куда поднимается имам священнослужитель мечети и читает, допустим, проповеди перед началом молитвы – они являются основными и главными атрибутами в мечети. А сейчас мы перешли дорогу и находимся в таком местном квартальчике. Здесь старые советские дома, вот видите, играют в футбол, но, как нам сказал гид, жилье здесь достаточно дорогое, потому что все хотят воспользоваться преимуществом, с утра проснуться и из окна увидеть замечательный вид на главную площадь города. А сейчас мы отправляемся дальше, вот мы передвигаемся на таком комфортном авто и едем в нашу третью на сегодня точку. Мы сейчас с вами приехали в тур-деревню, так называемую Конигиль, Мерос, что в переводе означает «наследие». Это деревня ремесленников, где семьи занимаются традиционным ремеслом, которое, в принципе, передается из поколения в поколение на протяжении многих столетий и веков. Но самым главным объектом здесь является уникальная бумажная фабрика. Это семья, семья ремесленников, которая в начале 90-х, получается, момента в обретении Узбекистана независимости, воссоздала древнюю, скажем так, воспроизвела, восстановила древнюю китайскую технологию по производству шелковой бумаги из коры тутового дерева, шелковицы, от которой мы сейчас как раз и стоим. Вот этого дерева с вот этими плодами, сейчас как раз у нас началось время, скажем так, поспевания и созревания шелковицы. Вот, в Узбекистане это дерево называют тутовым деревом, либо тутовник, это его арабское название. Это шелковицы, либо шелковицы, так как ее еще называют. Вот, из коры этого дерева, точнее из его луба, из белой части, изготавливают бумагу вручную, то есть это такой процесс манхактурный, да, и очень занимательный, поэтому сейчас у нас будет уникальная возможность познакомиться с этим процессом. Да, ну а кто не видел, как выглядит шелковица, то можно продемонстрировать. Вот такие ягодки, белые, бывает еще темные шелковицы. Очень сладенько, очень. И шелковица прямо по всему городу. Мы уже отмечали много деревьев очень. Итак, здесь можно наблюдать процесс очищения верхнего слоя коры шелковицы. То есть, что у нас здесь происходит? Вот это вот веточка, это веточка шелковицы, тутовника, да, так называемого. Ее специально замачивают заранее в воде, для того, чтобы кора размокла, после чего снимают кору и отделяют ее от самой веточки. Вот таким вот образом это происходит. Так вот это выглядит. Далее, при помощи ножа, пока кора размокшая, верхний слой, он все еще влажный и мягкий, при помощи ножа, вот молодой человек сейчас, получается, снимает верхний слой. Ну, так называемый эпидермис, да, можно сказать. И на выходе у нас получается лук вот этой коры, вот эта вот белая часть, она такая шелковистая, мягкая, вот можете ее попробовать пощупать, посмотреть, чем-то напоминающий по своей конституции шелк. Соответственно, вот этот лук, он и будет использоваться для дальнейшего изготовления бумаги. Причем это абсолютно безотходное производство, экологически чистое, потому что хворост, который они счищают, получается, он просушивается, да, и потом используется для растопки вот этих вот казанов, котлов, в которых варят вот эту вот внутреннюю часть коры. Верхний слой, он идет уже на изготовление второсортной бумаги, оберточной бумаги, там, сумок и так далее, и так далее. Далее, после того, как мы счистили необходимое количество вот этого луба, все это дело погружается в чугунный казан, и здесь мы варим вот эту коровку. То есть, вот так же, приблизительно в таких же казанах у нас традиционно готовят узбекский знаменитый плов, да, но здесь они вместо плова варят кору. Вот можно... А почему она в такой красный? А, это цвет коры такой, да? Да, это цвет коры просто разделяется, ее погружают в ходу, начинают разваривать. Вот, соответственно, вот этот луб, он разваривается, после чего у нас получается вот такая вот консистенция. То есть, вот эта кора, она постепенно начинает распадаться на волокна, становится волокнистой. Ее разваривают несколько часов, ну, буквально там от 5 до 7 часов, в зависимости от уровня и высоты огня, да, после чего вот эта вот консистенция, она будет уже использоваться у нас для изготовления бумаги, а процесс происходит дальше, внутри. Пойдемте посмотрим. Здесь у нас начинается ключевой процесс изготовления шелковой бумаги. То есть, фабрика специально была расположена на берегу реки, для того, чтобы задействовать силы природы, то есть, силу речки. Вот они отвели отдельное русло реки, и создается вот этот небольшой водопадик, который приводит в действие водяную мельницу, которая, вращаясь, получается, вот эти выступы оббивают по колоннам, которые подпрыгивая, растолачивают кору. Они, значит, начинают растолачивать кору. После чего растолоченная кора, вот эта вот уже разваренная заранее, она будет погружаться в специальные ванны, наполненные водой, процеживаться, и из нее будет изготавливать бумагу. Ну, сейчас мы зайдем внутрь с вами, также я знакомлюсь с процессом. Теперь мы переносимся внутрь самой паприки, и здесь мы можем наблюдать процесс изнутри. То есть, при помощи вот этой водяной мельницы у нас запускается в действие вот этот механизм, как деревянный огромный молот. Он растолачивает нашу кору, превращая ее в волокна. То есть, вот это дело вот в таком вот, вот в этих чашах, да, цилиндрообразных чашах растолачивается, после чего уже вот эта конистенция, чем-то напоминающая, ну, грину, можно сказать, в части, либо вот как пластилин, она доводится до такой конистенции, кондиции, и она будет использоваться для изготовления бумаги. Вот эту кашицу, которую взбили недавно при помощи водяной мельницы, погружают в специальные ванны, наполненные водой, и в силу того, что волокна начинает постепенно оседать на дне, ее, значит, тщательно перемешивают с помощью палки, волокна начинают всплывать вверх, они, значит, расплываются хаотичным образом, да, и при помощи вот такой вот металлической сеточки и рамки на ней идет погружение воды. Чем глубже идет погружение, тем больше будет и толще будет лист в дальнейшей бумаге. Вода, значит, сцеживается через сито, она проходит и стекает вниз, а волокна оседают на поверхности. Удаляем рамку. Когда вода полностью стекла, можно все это дело прислонять к тканям. То есть обычно используется любая ткань, которая хорошо впитывает воду и влагу, но в этом случае они используют ХБ ткань. Получается, вот эти волокна, они приклеятся к ХБ ткани, после чего прикладываете еще один слой сверху. И таким образом этот процесс повторяется и делается такой сэндвич, скажем так, после чего все это дело идет под отжим. Отжимается это при помощи камней. Сейчас мы продемонстрируем процесс. То есть эти вот волокна будущей бумаги с вкладышами ХБ, они помещаются под специальные деревянные дощечки и они отжимаются. После того, как вода, значит, вся выжимается и впитывается, волокна они обретают уже форму, скажем так, будущей бумаги, и нужно их просушить. В летнее время процесс просушивания занимает буквально 2-3 часов, в то время как зимой, ну, около дня необходимо, потому что меньше солнца, и больше и больше влаги будет. Соответственно, когда полокну просыкают, случается магия. Это бумага. А она всегда вот такая вот плотная, да? Да, достаточно плотная. Из нее, сейчас мы зайдем в шоурум, там выставлена коллекция издель, которые изготавливаются из этой бумаги, даже рубашки, халаты, маски, сумки и многое многое такое. То есть она вот даже вот, ну, видно могу, да? Да, она состоит вся из волокон. Если даже ее просветить на свет, например, можно наблюдать, как все это дело, если выложите это так, да, все это дело состоит из вот этих вот волокон, сплетенных вместе. Самая важная часть, значит, производства, это полировка вот этой бумаги. То есть мы ее полируем вручную на вот такой вот мраморной основе при помощи вот этого камня, при помощи которого сейчас мастер занимается, ну, полированием этой бумаги. То есть это агат в его руках. То есть вот они. Материалы, которые используются для полировки, это морская ракушка, бычий рог и вот этот прекрасный красивый камень агат, который используется для полировки этой бумаги. То есть традиционно все это происходит тоже в бружестве. Можете попробовать себе в процессе тоже. Вот любым материалом, который вам нравится в душе. Прикладывая усилие двумя руками, прижимая, вам нужно... Добавить, что моя эффективность будет в любую практически. Да, но все приходит с практикой. После чего бумага становится гладкой и шелковистой. И теперь на ней можно смело писать, рисовать и создавать произведение искусства. Это сложно. Да. Даже если ее пощупать, теперь она на ощупь становится чем-то напоминающей шелк. Именно поэтому ее называют шелковой бумагой. По второй причине шелковица, дерево, из которого изготавливают эту бумагу, на ней проживает тутовый шелкопряк. Червячок, который закручивает себя в шелковый кокон, и из него потом изготавливают шелк. Поэтому и бумага называется шелковой. И здесь у нас находится выставочный зал. Шоу-рум, где выставлена продукция, которая изготавливается из этой бумаги. То есть все открытки, куколки, значит, халаты, рубашки, и все, что вообще мы здесь наблюдаем, даже вот они изготавливают обложки для паспортов, бумажки и так далее. Это все изготавливается из бумаги. Вручную. Абсолютно все вручную. Причем окрашивается при помощи исключительно натуральных красителей. И это леничивает. То есть люди все это по сей день в 21 веке изготавливают вручную бумагу, они ее крашивают, они ее расписывают, разрисовывают, делают вот эти миниатюрки прекрасные. И, собственно говоря, все это выглядит изумительно. Вот там тоже у нас находится вышивка сезонная традиционная, самаркандская. Можете вот пройти, ознакомиться. Ребята, нам Тимур рассказал, что он не единственный гид в своем поколении, второе поколение получается, поэтому он знает столько информации. Мы вообще в шоке. Мне кажется, что если бы мы провели бы целый день, вы бы нам так целый день все рассказывали и рассказывали. Можно бесконечно все это дело рассказывать. И то, что мы сегодня посетили, осмотрели, это малая часть того, что можно действительно увидеть, с чем ознакомиться в Самарканде. Есть еще масса других интересных мест, поэтому всех приглашаем в Самарканд, будем с удовольствием ждать, приезжайте вы снова тоже. В любом случае, посещать достопримечательности и знать их историю, это вдвойне интересно, поэтому, ребята, обращайтесь к Тимуру, мы оставим его контакты в описании под роликом. Инстаграм, у кого кто инстаграм не пользует, переходите на WhatsApp, милости просим, поэтому Тимур, это топ гид. Всем пока, приезжайте в Самарканд, буду очень рад вас встретить и видеть у нас в гостях. Нам экскурсия очень понравилась, надеюсь, также понравится и вам, ребята. Ну, а если вы, видео наше досмотрели до конца, то не забудьте поставить лайк, подписаться на канал, если еще этого не сделали. И до новых встреч. Скоро увидимся. Всем пока. Пока-пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok